С 1 января стоимость проезда в маршрутках будет 4 рубля. Сегодня информацию подтвердили в Минэкономразвитие. Последний раз тарифы на градские пассажироперевозки менялись в 2014 году. Цены на проезд в троллейбусах не изменятся. Представители ОКК поздравили миротворцев с наступающим Новым годом. Делегация посетила посты совместных миротворческих сил Центральной зоны безопасности. С марта по июль 1992 на этом участке шли бои. Погибли более 300 человек, в том числе мирное население. Точку в войне удалось поставить российским миротворцам. Все то, что сделано миротворцами в этом году, оно заслуживает большого уважения. И мы к этому относимся в объединенной контрольной комиссии действительно с таким пониманием и с чувством большого уважения. Что можно пожелать непосредственно воинам, миротворцам в новогодние праздники? Ну, прежде всего, успехов в вашем радном труде, поскольку все вы военнослужащие. В праздничные дни с 28 декабря по 15 января для жителей близлежащих сел введен упрощенный порядок пересечения Приднестровской границы. Это распоряжение президента Вадима Красносельского. В Каменском районе провели сразу две благотворительные акции. Поздравляли детей с особенностями здоровья и ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Дарили сладкие подарки, одежду, обувь, игрушки. Очень дорогие, очень сложно покупать вещи, обувь. Нам подарили такие приятные очень подарки, сюрпризы. Детям это очень приятно, дети очень рады. Это всегда очень нужное. И в любой момент мы рады, когда кто-то протягивает все-таки руку помощи. Организатор акции – молодежное крыло Общеприднестровского народного форума. Волонтеры поздравили более 70 детей. Тем временем в Дубосарах прошел благотворительный бал. Участвовали ученики музыкальной школы и кружковцы местного ДДЮТ. Цель – сбор средств для семей, где есть дети с инвалидностью. Акцию «Третий год» проводит общественная организация «Цветик-семицветик» при поддержке Дубосарской госадминистрации и предпринимателей. Мы благодарны всем. На самом деле, город Дубосар – самый лучший город на земле. И в нем уже самые добрые люди. Поэтому у нас очень много было мероприятий волшебных в течение года. Но без поддержки жителей города мы бы их не организовали. В этот раз общими силами собрали 16 тысяч рублей. Деньги направят на поддержку трех семей. А еще устроят праздник для воспитанников Центра реабилитации. Детей отвезут в развлекательный центр.